Пока продолжается переделка, предлагаю перенестись в мастерскую архитектора Андрея Волкова. Во что в его руках превратится эта бечевка? Узнаем прямо сейчас. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о простой бечевке. Как вы знаете, люди разных профессий используют ее по-разному. Моряки вяжут морские узлы, строители поднимают груз на площадку, а домохозяйки сушат белье. Я архитектор-дизайнер, и поэтому хочу сегодня вам показать, как с помощью бечевки можно сделать оригинальное дизайнерское кресло. Я подготовил чертеж, распечатал на бумаге, и теперь наша задача перенести выкройку на деталь. Должен заметить, что несмотря на необычную форму и материал изготовления, кресло довольно традиционное, и размеры его типовые. Высота, давайте проверим, 45 сантиметров, глубина сидения 40, то вполне достаточно, чтобы комфортно на нем сидеть и не чувствовать неудобства. Теперь я переношу изображение на фанеру. Я беру дрель и тонкое сверло. Нужно чуть-чуть наметить для того, чтобы дальше здесь уже работать другим инструментом. Этот этап закончен. Теперь убираем чертеж, но нам больше не нужен. Берем дрель со специальным сверлом и продолжаем сверлить насквозь. И вот, одна из половин каркаса готова. Обращаю ваше внимание, есть зоны, где будут располагаться крепежные элементы. Их нужно пропилить с помощью лобзика. Приступим. Итак, все детали для сборки нашего кресла готовы. Боковые элементы, их два, и четыре модуля, которые позволяют соединять их между собой. Ширина этой детали будет соответствовать в дальнейшем ширине кресла. Здесь я подготовил заранее пазы, которые крепятся в боковину. Таким образом, конструкция должна быть жесткой. Поднимаем вторую половину нашего кресла, вставляем изделия друг в друга. Как вы видите, дополнительных крепежей здесь не нужно. Берем остальные детали и точно так же, как и верхнюю, вставляем в центральный блок. Итак, каркас готов. Теперь самое интересное, с помощью нашей печевки мы будем создавать, собственно, сиденье. На самом деле, вот мы пропустили, здесь сделаем узелок и начнем отсюда. Идея в том, чтобы в дальнейшем кресло с помощью вот этого элемента веревочного приобрело жесткость. Этого мы сейчас и будем добиваться, продолжая шнуровку. Мы постоянно должны помнить о том, что здесь должно быть все хорошо натянуте. Поэтому каждый новый стежок проверяем жесткость конструкции. И продолжаем. Кресло готово. Остается только проверить, насколько оно удобно и комфортно. Вы знаете, хорошо, печевка приятно поддерживает спину, пружинит. Ощущение, как в шезлонге. Не хватает, но разве что моря. Редактор субтитров А.Семкин